Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите программу «Разберемся». Сегодня мы поговорим о проблемных компаниях-застройщиках в нашем районе. Наш телефон 508-86-84. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения к общественной палате нашего района, звоните, постараемся вместе со всем разобраться. И, как всегда, сегодня у нас в студии общественники, причем те, которые непосредственно занимаются вопросами строительства в нашем районе. Причем, к сожалению, строительство не всегда беспроблемного. Итак, сегодня Василий Васильевич Лозан. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Васильевич, председатель комиссии по промышленности, инновациям, экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям. А также Андрей Александрович Блащинский, председатель межкомиссионного совета общественной палаты. Здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Александрович, Василий Васильевич, действительно ни для кого не секрет, что нередко в нашем районе возникают, назовем это, да, проблемами, какие-то сложные ситуации именно с компаниями-застройщиками. Часто жалуются пайщики таких компаний, дольщики и так далее. Скажите, а действительно есть ли у нас в районе компании беспроблемные? Неужто всякое строительство обречено на какие-то судебные тяжбы, обращение к властям и так далее? Ну, знаете, наверное, в строительстве без проблем не бывает, но, к сожалению, порой случается так, что строительные компании, у которых возникают проблемы, они считают эти проблемы нормой. И доставляя неприятности, где-то даже страдания семьям, как вы сказали, дольщикам и пайщикам, вот, их это устраивает. Такие строительные компании, к сожалению, в Одинцовском районе существуют. Ну, то есть, действительно, включаешь телевизор, да, везде там открываешь интернет, везде какие-то группы в социальных контактах, где-то обманутые дольщики, как они себя называют, везде какие-то недовольные пайщики и так далее. А вообще-то у нас строительство, то есть, действительно, обречено буквально на такие проблемы? Ну, я бы так пессимистично не говорил. Давайте конкретный пример. Компания «Алеводстрой». Давайте. Компания со сложной такой сегодняшней историей, но, тем не менее, после многочисленных собраний инициативных групп с нашим участием, все-таки удалось достигнуть некого понимания между дольщиками и строительной компанией, в том числе управляющей компанией. А если можно, для наших телезрителей в двух словах преамбулу. В чем вообще была проблема? Ну, есть такой адрес, гвардейская, дом 9, застройщик «Алеводстрой», управляющий компанией «Кусарская баллада». Была ситуация, у них две, дом сдан в эксплуатацию, как часто это бывает, но третья-четвертая секции без воды, без канализации. Людям не выдавались смотровые акты, не подписывались, в соответствии с этим люди не могли оформить право собственности на квартиры. И была полная неразбериха и непонимание. Как я уже говорил, после некоторых встреч регулярных, достаточно жестких порой, на сегодняшний день ситуация разрешается. Мы там очень хорошая инициативная группа, представитель Антон, мы общаемся и по электронной почте, и созваниваемся иногда. На сегодняшний день практически закончены работы по воде и канализации, передаются квартиры в собственность. Конечно, социальная напряженность в этом вопросе спала достаточно низкого уровня. А когда, если сейчас заканчиваются эти работы, когда они, в общем-то, должны были быть закончены? Ну, они должны были закончиться еще в позапрошлом году. Почему же не получилось тогда? Вы знаете, здесь много, наверное, факторов, и я не берусь отвечать за строительную компанию, достаточно крупную, с большим капиталом. Тут и кризис, тут и какая-то нерасторопность топ-менеджеров, человеческий фактор. Однозначно на этот вопрос ответить, наверное, невозможно. На него может и должен отвечать генеральный директор, либо собственник строительной компании. Но, тем не менее, это строительство, проблемы бывают. Вопрос в том, что слышат ли эти проблемы застройщики, и слышат ли они дольщиков, людей, которые дают им деньги на оплату этого строительства. Нередко, когда возникает ситуация проблемная именно с компанией-застройщиком, инициативная группа этой компании, которая пострадала от ее действий, непосредственно сразу обращается в правоохранительные порой органы, а чаще к нашим властям, к общественным организациям и так далее. А действительно ли в этом есть необходимость, то есть идти к каким-то инстанциям уже последним? Неужели не получается именно наладить на прямой обычно разговор? Как правило, нет. Потому что, когда возникает проблема у строительной компании, как правило, за все компании говорить не буду, но большинство компаний считают это нормой. Я уверен, что топ-менеджеры и руководители этих компаний живут в комфортных условиях, и не всегда их волнует ситуация тех людей, которые платят им деньги за это строительство. Но в любом случае, вы знаете, по всей России проблемы есть со строительством. В Одинцовском районе контроль за этими проблемами, я считаю, достаточно высокий. Руку на пульсе держит непосредственно и глава Одинцовского района Андрей Робертович Иванов. И Михаил Васильевич Пайсов. То есть работа ведется, ну, наверное, не наверно, а однозначно, что каждодневная, а порой ежечасная. Это мы знаем точно. Уважаемые телезрители, напоминаю, мы смотрите программу «Разберемся» вместе с вами, а также с общественниками района. Мы стараемся разобраться с наиболее важными, актуальными вопросами в нашей жизни. Наш телефон 508-86-84. Сегодня мы обсуждаем проблемные компании-застройщики. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, звоните. Постараемся вместе со всем разобраться. Ну что ж, давайте пока пойдем дальше. Скажите, а в целом какова у нас ситуация в районе со строительством? Несмотря на кризис, создается впечатление, что темпы строительства, если замедляются, то не критично. В целом, насколько вот этот принцип точечной какой-то застройки у нас сохраняется на сегодняшний день? Ну, наверное, я отвечу. Не столько бы, наверное, сколько точечная застройка. Это больше как складывается впечатление. Сейчас вот очень много инвест-договоров на реконструкции микрорайонов. То есть это несет в себе тот формат, что под снос старые пятиэтажки, убрать ветхое, скажем так, жилье. Но чтобы убрать, снести, надо туда, откуда-то людей переселить куда-то. Соответственно, как бы среди старых пятиэтажек начинается строительство. То есть вырастает какой-то дом, и люди это воспринимают как точечную застройку в первую очередь. Большая часть застройщиков, скажем так, порядочных, они, возводя дом, оповещают те или иные дома, которые в дальнейшем будут сноситься. То есть это взять, как у нас по улице Северной сейчас проходит. То есть там была освобождена площадка, переселены люди, и дальше идет поэтапный снос строительства, снос строительства. Да, идет, конечно, увеличение там и этажности, и площади, и многоквартирность домов увеличения идет. Это однозначно, потому что любая строительная организация, она сама по себе создана для того, чтобы зарабатывать финансовые какие-то средства на благо своей организации. Вот, и уплотнение идет, то есть тут даже бесспорно, да, но, как сказать, многие люди не верят в то, что где-то там переселят кого-то, когда-то, да, то есть много микрорайонов идет сейчас под реконструкцию. Там второй микрорайон, седьмой, шестой микрорайон идет под реконструкцию, да, и когда возводят одиночный дом, никому, скажем так, неизвестный, да, и люди начинают будоражиться, положиться. Мы, по словам, не видим мгновенного результата, начинают волноваться. Да, то есть, ну, понимаете, то есть построить дом нет ни денег. Прошу прощения, я вас перебью, давайте примем звоночек от нашего телезрителя, потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Да, добрый день, уважаемый члены общественной палаты. Мы вас слушаем, здравствуйте. Мы часто слышим о том, что дом ждан, но жить в нем нельзя. Вопрос, а кто его принял? А потом такая самая власть, которая приняла этот дом, начинает помогать жителям додавить застройщика. Может, надо браться за того, кто принял этот дом в первую очередь, и чтобы этого не было больше. Одно и то же постоянно, на садовой полетам. Понял ваш вопрос, спасибо большое, действительно, тут вопрос зачастую, наверное, о каком-то организационном вопросе. Давайте проясним, действительно, кто вообще принимает дом в эксплуатацию. До недавнего времени в эксплуатацию многоквартирные жилые дома принимали местные администрации. Сейчас это делает Министерство строительного комплекса Московской области. Я бы сказал, что к сожалению, потому что напрямую смотреть и задавать вопросы по домам, в которых жить нельзя, как сказал наш слушатель, некому. Но существует некий такой нюанс. Вы знаете, здесь палка о двух концах. Строится дом, дом практически готов. Но не готов, но практически готов. И вот начинаются митинги людей, введите дом в эксплуатацию, дайте возможность жить нашим семьям. И вот под общественным давлением, к сожалению, порой, администрация того или иного муниципального образования, такие дома в эксплуатацию вводили. Да, такое было. Но можно ли их за это винить? Это вопрос спорный, понимаете? Я так понимаю, после этого как раз-таки нередко начинаются продолжения этих бесед. Совершенно верно. История о том, почему здесь недоделки. Совершенно верно. То есть застройщик недоделывает некий процент, дом вводится в эксплуатацию, как просят жители, сотни, порой тысячи жителей с семьями, маленькими детьми на руках. Пожалуйста, введите, пожалуйста, дайте, вот нам лишь бы зайти в дом. И вот когда эти семьи заходят в дом, у них начинаются, конечно же, проблемы, потому что нет воды, лифты то работают, то не работают, освещение то работает, то не работает, где-то отходит штукатурка. Такая проблема есть. Я так понимаю, зачастую тут должен функционировать механизм компромисса. То есть люди тоже должны понимать, что они принимают и что, в общем-то, они должны ожидать от того, что они принимают в эксплуатацию. Ну, я с вами согласен. Я говорю, что этот вопрос до недавнего времени, он курировался местными администрациями. Сейчас все эти вопросы и разрешение на вводится в эксплуатацию на региональный. Региональный, пока. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы жители Садово, дом 24. У нас застройщик, Рантэ, Конфорт. Хотели бы поблагодарить общественную палату города Одинцова за тот вклад, который мы добились на сегодняшний день. То есть застройщик наш категорически не хотел достраивать наш дом, но благодаря общественной палате мы шагами вперед шагаем, шагаем. Потому что у нас был недострой, наш дом сдали в эксплуатацию очень поздно, дом сдан с большими недоделками. То есть обращаясь в общественную палату, мы начинаем как-то шевелить застройщика. У нас второй микрорайон города Одинцова, да, застройщик Рантэ, Конфортэ, на рынке уже более 10 лет. До сих пор нет ни одного детского сада, не построил лично, не построил ни школу, не реконструировал, ничего. Только вот идет точечная застройка города. То есть одни 25-этажные здания, ни парковок, ничего, никакой инфраструктуры. И мы вот хотели бы задать вопрос, да, как долго это будет продолжаться. Почему застройщикам не принуждают детским садам, парковкам, инфраструктуре. И вот наш лично дом, Садовая 24, да, имеет парковку на 30 мест, но квартира у нас в доме 465. Вы сами понимаете, да, какая ситуация. И у нас жители с детьми маленькими, в садик нужно ходить, а мест нет. Но хотелось бы добавить, что такой застройщик Акронтек МФД на рынке, ну как бы не мне судить, да, но жители все-таки должны выбирать города Денцова, что такой застройщик Акронтек им не место на рынке. Потому что дома ужасного качества, то есть отваливается все, лифты через раз работают, то есть фасад уже отваливается. Год назад наш дом сдан в эксплуатацию, то есть он выглядит просто ужасно. Понял я ваш вопрос, спасибо большое за звонок. Действительно, и адрес Садовая 24, и застройщик этот очень хорошо известный в нашем районе, к сожалению, далеко не с хорошей стороны. Я предлагаю единственное, что вам немножечко подождать, потому что про Акронтек у нас сегодня будет отдельный разговор. Чуть-чуть попозже, буквально где-то через 10-15 минут. Давайте мы пока все-таки перед Акронтектом поговорим о других примерах. Вот у нас люди звонят в течение недели и спрашивают про адрес улицы Вокзальная. Там у нас имеется проблемный объект от компании «Стройтехинвест». Можно ли в двух словах? Наверняка вы в курсе ситуации, что там происходило, что происходит сейчас. Ну, как сказать, назвать его на сегодняшний день проблемным не хотелось бы. Он, наверное, сегодня один из передовиков, который проблемы свои практически искоренил. Значит, компания «Стройтехинвест» и именно улица Вокзальная, строительный корпус 10. Значит, руководство застройщики подали документы после новогодних праздников на ввод в эксплуатацию жилого дома. Значит, насколько мне известно рассмотрение там в течение месяца. То есть, ну, в принципе, мы ожидаем результат в конце февраля. Хотя уже сам застройщик мечтает, как бы это все дело, завершить эту проблемную эпопею, которая длится с 2008 года. На сегодняшний день мы все так же продолжаем туда раз в две недели навещать само строительство. Смотрим, видим глазами все изменения. На сегодняшний день там происходит следующее. Значит, до Нового года, ну, я так понимаю, и, наверное, и сейчас еще это происходит, застройщик приглашает дольщиков на осмотр своих жилых помещений в будущем. То есть, не, скажем так, мест общего пользования, да, а именно то, что будет передано гражданам. Значит, граждане выявляют недостатки, которые им не нравятся, скажем так, да, ну, там плохо закрывается окно, да, где-то либо там на углу стены. То есть, может сказать, что работа фактически перешла на ручной контроль самих дольщиков компании, правильно? Ну, не то, чтобы на ручной контроль. То есть, сама компания, да, вызвалась до такой степени... Я не говорю, именно по инициативе компании. Да, по инициативе компании. Компания идет навстречу до такой степени, что она заблаговременно вызывает своих дольщиков, да, то есть, показать им жилые помещения, чтобы за период оформления документации, скажем так, да, устранить все недостатки. То есть, на момент, когда у них уже будет официальная документация по сдаче, вводу, в эксплуатацию жилых помещений, да, они уже в кратчайший момент передадут эти жилые помещения дольщикам, которые уже, на самом деле, как бы, ну, подустали ждать, да? Я вас помню. Василий Васильевич, еще один звоночек, примем, потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Елена. Вы знаете, у нас приобретена квартира, мы дольщики, города Одинцова, по улице Маршала Жукова, дом 23А. Застройщик инвесторой регион. Ну, прям вот напротив горосполкома. Вы знаете, к сожалению, уже в течение полутора лет, ну, практически не производится никаких работ, мы очень волнуемся. Писали везде, куда только можно, отвечают, что вроде бы, как сроки они укладываются. Но срок сдачи конец 17-го года. Понял вас, Елена, спасибо большое за звонок. Вопрос, да, вижу у вас на лице пока. Ну, вопрос, да, во-первых, неизвестен, наверное, застройщик, да, что-то у нас проблем не было. Нет, могу сказать так проще, вкратце, обращений к нам не было, потому как бы ни имя застройщика нам неизвестно, ни происходящая ситуация на участке строительном тоже нам неизвестно. То есть сейчас что-либо говорить. Вот, озвучено конец 17-го года, окончание строительства, да, то есть, в принципе, скажем так, два года для застройщика это много. Опять же, по примеру, вернемся к стройтехинвесту, который, в принципе, за год, да, дав первоначальное свое слово, что они поменяют кардинальную ситуацию, они ее поменяли. То есть заблаговременно, скажем так, обращаться, да, ну, целесообразно, да, чтобы следить и видеть, что на самом деле происходит. Может, там на сегодняшний день даже котлована нету, да. Да, есть план, график строительства. То есть график строительства должен быть. То есть по примеру, опять же, стройтехинвеста, когда самая была первая встреча с главой, да, Андреем Робертовичем Мэновым, то есть была обговорена такая ситуация, что общественники выходят раз в две недели на строительную площадку и смотрят своими глазами, что происходит, есть ли изменения, да, в лучшую сторону, либо в худшую сторону. Соответственно, от этого мы делаем свои выводы, что да, там есть какие-то изменения, пускай бы хотелось бы сразу все и сразу, да, то есть и все красиво, но на самом деле так нет, да, там, то есть вот, к примеру, там пообещали, там, сами подрядчики, там, сделать вот такой вот фронт работы, да, за эти там две недели или там за неделю. Мы приходим, да, он сделан. Мы смотрим, да, сделали. Ну вот скажите, несмотря на то, что для вас, в общем, новый адрес, новый застройщик, будете ли сейчас как-то реагировать именно вот по этому объекту? Ну, по правилам программы это обращение уже принято. Да, принято обращение, то есть мы посмотрим просто-напросто, как минимум, адрес уже мы знаем, да, насколько я понимаю. Жука 23, вот, то есть узнать кто, что и на каком этапе строительства. Есть график строительства, то есть как бы самое основное, это график строительства, который уже смотрится, да, то есть самое первое начинается подготовка, да, перекладка коммуникаций, вот, то есть выполняется это или не выполняется. Может, на самом деле сейчас люди там коммуникации перекладывают, да, то есть, но хотя зима, ну, навряд ли, это, как правило, уже весенний период. Может быть, наоборот, они ожидают там весеннего периода, когда можно будет перекладывать какие-либо коммуникации, да, нельзя же соседним домам зимой отопление отключить, потому что в будущем там будут стройки. Потому, может быть, и площадка стоит сейчас, скажем так, без действий. Это надо посмотреть, надо обратить на это внимание, узнать. Понял вас. Ну что же, у нас еще один звоночек. Послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте, да. Это вы меня слушаете? Это я вас слушаю. Да. Добрый вечер. Служим, здравствуйте. Я хотела бы задать нашим выступающим такой вопрос. Я проживаю по Можайскому шоссе, дом 90. Дом стоит пятый десяток уже лет. Капитального ремонта вообще не было. Трубы в ужасном состоянии. Гудят ночью, идем. Подъезды тоже в ужасном состоянии. Около... чтобы войти в подъезд, ну как сказать, вот эти вот крыльцо каждому подъезду разрушены и никак не могут сделать уже сколько лет. Что это тяжело? За капитальный ремонт мы платим большие деньги. Я вот проживая одна платила полторы тысячи в месяц. Ремонта никакого. В подъездах нет даже ремонта такого легкого, как физического. Зайдешь в подъезд, это вы знаете, как, я не знаю, в какую страну заходишь. Словом, действительно, старое жилье, тысячи отчисленные. Все эти... Ну, и уже ли нельзя навести порядок? Сейчас такие бы деньги платим за капитальный ремонт. Подскажите, пожалуйста, а как называется у вас управляющая компания? Компания у нас? В общем, не выговоришь. Какой-то мог... МОСОБЛЕРЦ, это не управляющая компания, это оператор, который получает компания неплатежности. И последнее. Когда-то идет этот дом, дом 90, помогает... Все, понял ваш вопрос. Спасибо вам огромное. Ну, я так понимаю, по большей части, это, конечно, не тема сегодняшней передачи. Это вопрос... Ну, это в случае, да. Ну, адрес нам и зависит. Да, этот вопрос принят в общественную палату. Я думаю, что комиссия по ЖКХ рассмотрит его, выйдут на место. Определяться, в чем проблема, какая управляющая компания. И со своей стороны мы отреагируем на это обращение однозначно. Ну, что же, это все очень хорошо. И порадовало то, что вы сказали насчет строить их инвеста. Тем не менее, все-таки надо признать, к сожалению, не все компании в нашем районе идут на контакт не то, что со своими, в общем-то, клиентами. Многие очень плохо и неохотно контактируют, взаимодействуют даже с властями нашего района. В общем-то, не просто так нам сегодня звонили насчет Садовой 24. Уважаемые телезрители, не так давно, в общем-то, еще до Нового года, буквально там пару месяцев прошло, компания «Рантект МФД» в очередной раз присутствовала на круглом столе со своими клиентами, с властями нашего района в том числе. и пытались вместе решить, как же быть как раз-таки с многострадальным домом по улице Садовая 24. Я предлагаю посмотреть сюжет, понять, что же там обсуждалось и какие выводы власти из этой встречи сделали. Вот уже несколько лет жильцы дома 24 по улице Садовая слушают обещания застройщика завершить работу, начатую еще несколько лет назад. Дом имеет целый ряд недоделок. Это и фасад зданий, и придомовая территория, и детская площадка. Районные власти уже осматривали дом вместе с застройщиком и инициативной группой. Был составлен протокол. Компании поручили окончить ряд работ в кратчайшие сроки. У вас стоял срок 15 декабря, на котором вы все согласились, был и ваш руководитель Алматы. Вы мне все подтвердили, что до 15-го работа была сделана. Что по жизни происходит? Как оказалось, по жизни происходит немногое. Большую часть обещаний компания опять не выполнила. Те работы, которые все же завершились, вызывают нарекания. Вопрос даже не к срокам сейчас больше стоит, а к качеству. Качество ужасное. Просто у вас плитку, ну реально, в которую плитку положили, месяц уже 5 раз переделали, она уже 5 раз опять сейчас сломана вся. Плитку кладет электрик. Качество исполнения этого всего, когда плитка лежит, вот так вот стоит, плитка лежит. Это, понимаете, это пьяный человек так не положит плитку. Представитель застройщика заверил, что поручения, которые были даны на конец декабря, компания выполнит в середине января 2016 года. Мы сами заинтересованы в быстрейшем устранении, потому что без этого мы не сможем переселить жителей 20-го дома. Пока мы не доведем условно дом, нам просто администрация не разрешит. Несмотря на озвученную заинтересованность компании в разрешении проблемной ситуации, сегодня состояние дома 24 все еще не удовлетворяет жильцов. Не выполнено замонолищивание технологических проемов, где проходят внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации. Остается разобраться и с водосточной системой. Даже эти недоделки, переделки, это ваша обязанность. И ваши были обязательства, за это деньги получили немалые. Мы вам точно ничего не должны. Ни власть, ни жители, которые заплатили. И вести так себя здесь не позволим. В отличие от многих проблемных компаний-застройщиков, Рантект МФД идет на контакт с жильцами и властями. Однако обещаниям организации уже не верят. Следующая трехсторонняя встреча состоится после новогодних праздников. В том случае, если на объекте ничего не изменится, компании могут применить жесткие меры, вплоть до отзыва разрешения на строительство. Ну что же, как видим, еще в декабре прошлого года ситуация была весьма непростой. Мы сейчас с представителями общественной палаты попробуем вместе разобраться, какова ситуация сегодня, а сперва примем звоночек от еще одного нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня Михаил Конев зовут, я представляю своего друга одного, который работал на строительном управлении 155. Так. Вы, наверное, в курсе, что эти люди решили себя банкротить и решили не выплачивать соответственно тем людям, которые производили определенные работы для этой структуры и решили, что больше мы им платить не будем. Вы не подскажете, каково обстоит сейчас с этой структурой? Понял вопрос, спасибо большое, Михаил. Можно прокомментируйте? Давайте я прокомментирую вкратце. Значит, по СУ-155 это один из крупнейших застройщиков по Российской Федерации, то есть, начиная от, скажем так, столицы и заканчивая не Магаданом и Владивостоком, и на сегодняшний день все строительные объекты практически заморожены. То есть, о финансовой составляющей компании СУ-155, это группа компаний, то есть, на сегодняшний день говорить, кто кого хочет банкротить, либо они сами себя, либо там их вынуждают, то есть, мы как бы не можем. Значит, у нас есть по Одинцово объекты, которые предназначены, скажем так, для возведения домов группы компаний СУ-155, на сегодняшний день на самом деле строительство не ведется. Ихняя судьба, ну, я не знаю, там со стороны опять же коммерческой составляющей, но я не думаю, что в их интересах забросить этот бизнес, потому что очень много освоено на сегодняшний день, да, и много также неосвоенных объектов строительных, там же также те же самые обманутые, только у них не дольщики, а пайщики, да, то есть у них сложнее вопрос, и как бы этот вопрос решается не то, чтобы там на нашем уровне, там местном, Одинцовском, либо там на областном, это решается вопрос, и все намного гораздо выше, там, вплоть до руководства страны. А вот если говорить конкретно о знакомом Михаилу, у которого, я так понимаю, проблема, ну, с точки зрения контракта, подрядную работу выполнена, сколько я могу понять. Я понял, что либо это подрядная работа, то есть там не идут выплаты за выполненную работу, да, либо второй вариант, как бы, знакомой работы, там у них выплата идет зарплата, то есть по данному факту ничего сказать не можем, потому что вот именно... Это либо арбитражный суд, либо трудовая комиссия. Да, мы, как сказать... Зачастую нужно уже обращаться к юридическим инстанциям, которые уже смогут по факту, по договорам понять, кто прав, кто не прав. Ну, я не думаю, что там как бы дойдет до банкротства, потому что очень много объектов. Причем, это все объекты, понимаете, они все именно в строительстве жилого фонда. То есть там люди, которые там стопроцентные продажи домов и просто так обанкротить компанию, то есть это кто-то должен потом взять, достроить, Государство, я не думаю об этом. Я думаю, все-таки найдут они возможность достроить. Ну что ж, давайте вернемся к Рантек ТМФД, к Садовой 24. Мы посмотрели сюжет, такой была ситуация в декабре. Были озвучены, опять же, обещания о том, что к середине января, по крайней мере, ряд озвученных проблем будет ликвидирован. Сдвинулись ли какие-то эти проблемы с мертвой точки и что там вообще сейчас происходит? Вы знаете, по Садовой 24 это очень инициативная инициативная группа, простите за тавтологию, очень грамотные ребята, молодые. Ситуация по Рантек ТМФД, наверное, вопиющая. Это самая непорядочная строительная компания на Одинцовском рынке. Строительная. 28-го, во-первых, в прошлую среду первый замруководитель администрации Одинцовского района Пайсов Михаил Васильевич выезжал на место, смотрел произведенные работы. 28-го января компания Рантек был вывешен перечень работ, которые они сделали в соответствии с тем сюжетом, который мы смотрели. Я там присутствовал от лица общественной палаты. Эта компания немножечко поменяла подход, скажем так, к решению проблем. То есть те вопросы, которые были поставлены главой Одинцовского района, они выполнены вроде бы. То есть плитку, нужно положить плитку в подъезде. Эта плитка кладется, но она кладется так, что она играет под ногами, лопается, она вся неровная. Нужно отремонтировать откосы. Эти откосы ремонтируются так, и в Ютубе уже выложили этот ролик, что пальцем можно продавить этот откос, который сделал из гипсокартона. То есть фактически получается на отстань сделано, чтобы можно было предъявить галочку напротив выполнения работы. Вот вы знаете, 28 января они вывесили этот список, и инициативная группа после ДВ-24, они сделали свой видеоотчет по каждому пункту выполненных работ. Но это абсолютно не соответствует действительности, то, что написано и то, что сделано. Компания ведет себя более чем непорядочно. Но я бы сказал, что это... Какие вот на сегодняшний день дальнейшие планы у властей района и у общественников? Ну, на совещании, сюжет о котором был, глава Одинцовского района сказал, что вплоть до отзыва разрешения на строительство... Насколько вот сегодня уже действительно реально эта угроза или она все-таки пока что остается все еще предупреждением? Это боли уже не только инициативной группы, и где-то моя личная, и где-то, опять же, главы Одинцовского района. То есть, там постоянно ведется работа. Это компания, которая, она вроде бы реагирует на какое-то административное давление, но реагирует так, что, честно говоря, лучше бы не делали. Лучше бы ушли с этого рынка и дали возможность более порядочным и где-то даже более адекватным компаниям закончить этот дом и прекратить издеваться над семьями Одинцовского района. Ну что же, Андрей Александрович, Василий Васильевич, благодарю, что вы к нам сегодня пришли. Так уж сложилось, видимо, даже исторически, что вы к нам приходите исключительно по вопросам, ну, практически, да, только по проблемным застройщикам, и зачастую вот они у нас с кем-то одними и теми же остаются. К сожалению. Редкий, приятный, реальный случай, когда стройтехинвест, например, да, сказали, что исправим, поняли, и исправили, и поняли. Ну, в любом случае, надеюсь, что в дальнейшем мы с вами будем уже встречаться по этим, по этим конкретно проблемам, как можно и меньше, чтобы все-таки люди действительно могли уже въехать и жить, как и полагается, гражданам Российской Федерации. В любом случае, спасибо, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Разберемся». Сегодня мы говорили о проблемных компаниях-застройщиках Одинцовского района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели. Кроме того, вы можете оставить официальное письмо на сайте общественной палаты, воспользоваться формой обратной связи или написать на электронную почту. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Савенков.